Исполняется 115 лет со дня рождения известного отечественного астрофизика, ректора Казанского университета Дмитрия Мартынова. На выставке представлен диплом об окончании Казанского университета Мартынова в 1927 году. Состоялась Всероссийская студенческая олимпиада Петро Кап. Студенты предлагают стратегии по разработке вымышленных месторождений. Внутри тренажера зашит цифровой двойник какого-то выдуманного месторождения. Кто стал победителем в конкурсе «Лучшее студенческое общежитие»? Конкурс «Лучшее общежитие» проводится каждый год, ежегодно, в стенах наших общежитий. И с каждым годом этот конкурс увеличивает количество своего участника. Всем привет! В эфире Универ-Ньюса в студии Надежда Дик. Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров принял участие в заседании аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации. В музее истории открылась выставка «Звездочет», посвященная Дмитрию Мартынову, который был ректором Казанского университета с 1951 по 1954 год. Все подробности далее. На выставке представлен диплом об окончании Казанского университета Мартынов в 1927 году. В этом году исполняется 115 лет со дня рождения известного отечественного астрофизика, внесшего большой вклад в изучение двойных звезд. Дмитрий Мартынов был не только выпускником и ректором Казанского университета, но и в течение многих лет являлся директором астрономической обсерватории имени Энгельгарта, входящей в состав вуза. Что можно увидеть на выставке? В первую очередь на выставке представлены те материалы, которые прислал сам Мартынов, директору музея истории Стелли Владимировне Писаревой. Это было в 1978-1979 году. На выставке можно познакомиться с биографией Дмитрия Мартынова. Его документами и фотографиями из личного архива. От студенческого удостоверения до диплома заслуженного деятеля науки. Кроме того, в честь празднования 60-летия первого полета человека в космос на выставке представлен и автограф Юрия Гагарина. К слову, на торжественном открытии выставки выступил и нынешний директор обсерватории Юрий Нефедев, который отметил большой вклад Дмитрия Мартынова в астрономическое развитие университета. Он тут дал толчок для развития астрофизики. Было приобретено достаточно большое количество новых телескопов. И самый знаменательный из них – это телескоп Шмидта, на котором как раз Мартынов сделал очень удивительные исследования переменных звезд. Он также открыл кометы, которые сейчас считаются потерянными уже. Много статей он написал про Марс. Выставку «Звездочет» может посетить любой желающий в течение месяца. Диана Жилинкова, Ленардо Влетьяров, Универньюс. В Казанском университете состоялось заседание Координационного совета по развитию проектов в области информационных технологий. Обсуждалось продление лицензий на программное обеспечение от компании Майкрософт. Основной вопрос касался принципа распределения лицензий, поскольку они приобретаются на конкретных людей. Проект прошел все стадии, которые были предусмотрены регламентом. Было принято решение финансировать проект и дальше. Казанский университет улучшил свой прошлогодний результат на 85 пунктов и расположился на 372-й строчке в общемировом зачете рейтинга «Раунд Юниверсити Рэнкинг». В 2020 году – 457-я строчка. Среди российских вузов УКФУ – восьмая позиция. 1 мая исполнится 100 лет со дня рождения выдающегося ученого, заслуженного профессора Казанского университета Николая Непримерова, человека, разработавшего уникальные технологии по нефтедобыче. По этому поводу вместе с Нафтоколледжем Казанский университет проводит Всероссийскую студенческую олимпиаду Петро Кап. Все подробности далее. Олимпиада Петро Кап проводится на площадке Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского университета уже четвертый раз. На открытии Олимпиады с приветственным словом выступил директор института, проректор по научной деятельности Данис Тургалеев. Он поделился успехами института и отметил, что в прошлом году Казанский университет выиграл конкурс на создание научного центра мирового уровня, став головной организацией в консорциуме вузов по рациональному освоению запасов жидких углеводородов планеты. Участие в Олимпиаде Петро Кап принимает студента со всей страны, как в очном, так и в онлайн формате. Среди участников такие учебные заведения, как Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина, Московский государственный университет и другие. Сама Олимпиада Петро Кап проходит на цифровом тренажере. Внутри тренажера зашит цифровой двойник какого-то выдуманного месторождения. И каждая команда, глядя на данные, которые ей предоставляются изначально, и проводя какие-то дополнительные исследования с этим вымышленным месторождением, планирует мероприятие. И они делают это каждый в несколько шагов. Каждый шаг – это год разработки месторождения. Перед участниками 14 команд стоят такие задачи, как правильное распределение финансов, создание оптимальной стратегии разработки месторождения. К слову, в этих заданиях студентам помогут разобраться специально организованные в рамках Олимпиады мастер-классы. Если говорить про то, что ждет наших участников, у нас несколько индустриальных партнеров. Это крупные нефтяные компании, частные инвесторы, которые приготовили какие-то небольшие, но приятные сувениры, какие-то призы для тех, кто займет у нас первые места. Всем, ребятам, желаю успеха. Олимпиада завершится 28 апреля. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универньюз. В КСК КФУ «Уникс» состоялось торжественное мероприятие, посвященное 80-летию со дня открытия 9-й Казанской спецшколы военно-воздушных сил и 95-летию Героя Советского Союза, заслуженного летчика-испытателя Георгия Константиновича Масалова. В рамках юбилейных дат в лицее имени Лобачевского открылась выставка, посвященная Георгию Масалову. Презентация книги «Честь имею». В Казанском университете наградили победителей и призеров конкурса «Лучшее студенческое общежитие». Кто стал обладателем премии, узнаете далее. Номинаций было несколько. Лучший студенческий совет общежития КФУ, Лучшее студенческое общественное объединение общежитий, Лучшая студенческая комната, Лучшие семейные гнездышко, Лучший председатель студенческого совета, Лучший первокурсник и другие. Конкурс «Лучшее общежитие» проводится каждый год, ежегодно в стенах наших общежитий. И с каждым годом этот конкурс увеличивает количество своего участников. В этом году еще увеличились инициативы, которые исходили от Ассоциации студентов Деревниверситета, от Объединенного студенческого совета, что действительно очень приятно. Не только организаторы мероприятия подошли с энтузиазмом к делу. Студенты, победители и призеры были также очень рады принять участие в конкурсе. Я была в каждом секторе своего общежития. Знаю всю работу студенческого совета, знаю, что у нас в каждом секторе, как у нас. Помимо официальной части, в программу мероприятия были включены номера танцевальных коллективов и певцов. Конкурс «Лучшее общежитие КФУ» проводится ежегодно с целью объединения иногородних студентов и создания дружеской атмосферы в стенах общежития, а также для того, чтобы привлечь первокурсников к общественной деятельности университета. В Альметьевском районе Татарстана началась трансляция из гнезда солнечных орлов. Тайны птичьей жизни стали доступны на YouTube с марта этого года. Подробности в сюжете. Что можно узнать, наблюдая за орлами? Ответ доступен каждому пользователю сети интернет. На этих кадрах прямая трансляция из гнезда могильников, или, как любовно называют птиц-орнитолог Ренур Бекмансуров, солнечных орлов. Это уже не первая попытка специалистов установить односторонний контакт. Однако жизни предыдущей орлиной пары оборвались при трагических обстоятельствах. В прошлом году мы ставили камеру тоже в онлайн-режиме на гнезду большого подорлика. Самка отложила яйцо, но самец погиб на электропередаче, которая недалеко от гнезда. Ну и самка, естественно, пыталась одна насиживать кладку, погибла. Заброшенные сельскохозяйственные угодья и вмешательства человека оставляют все меньше пропитания орла. Гнездовья птиц теперь встречаются около ненаселенных пунктов и мест нефтегазодобычи. Сокращению их популяции угрожают не только природные условия, но и линии электропередач. Задача ученых – проследить за реконструкцией опасных объектов и с помощью трансляций привлечь внимание к проблеме. Когда, допустим, какая-то стройка начинается, какую-то трассу начинают прокладывать, лес рубить, люди не задумываются, что ведь здесь кто-то живет. Мы хотим показать, что они не где-то там далеко в горах, а они живут совсем рядом с нами. Пока орнитологи отстаивают права орлов, птицы занимаются ремонтом гнезда. По прогнозу Ренуры Бекмансурова, наблюдающего за парой с 2018 года, через полтора месяца у них появится потомство. Ариадна Кугушева, Универньюз. На этом все. В студии была Надежда Дик. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!